Приветствую вас. Вам, скорее всего, не понравилось то, что я скажу. Вот, потому что я хочу сказать вам все две вещи, которые, к сожалению, никак не нацелены на то, чтобы ответить вам на ваш вопрос. Первая вещь это то, что я не могу и не хочу, как бы, говорить о догадках. О ваших догадках или о моих догадках, вот. Ну, то есть, в том смысле, что сегодня, сейчас это могут быть ваши догадки, вот, потом это могут быть мои догадки. То есть, мне бы не хотелось тратить свое и ваше время на обсуждение догадок. Вот так я бы сказал, да? Вот, мне бы хотелось все-таки, наверное, работать с более реальными вещами, вот, чем обычно и работает психотерапевт-психолог. А именно с тем, что по факту, по факту с вами происходит. А по факту происходит с вами то, что у вас немножечко противоречивое поведение. Я поясню, я поясню. Вы традиционируете себя как женщину, которая не приемлет отношения ради интимной, так сказать, жизни. И здесь вы находитесь в своем полном праве. Как бы, такая у вас позиция, лично, такая у вас точка зрения, шикарная. Вы имеете на нее полный право. Но, почему-то вы действуете совершенно не дальше. Вы поступаете не в соответствии с своими ценностями, к сожалению. И демонстрируете мужчине поведение, свое поведение. Совсем другое. Это совсем другое поведение. И тем самым вы рождаете у человека ожидание того, что с вами можно встречаться, мчить ради интима. И вы сами пишите, пишите, что, значит, у меня давно, то ли у меня давно никого не было, вот. Вот, значит, может, давно никого не было, а меня к нему потянуло, или никого не было. Может, шеется? То есть, вы здесь отказываетесь увидеть, что... Ваше действие, ваш выбор, это ваша ответственность. И что, если бы, если бы не случилось того, что случилось, может быть, мужчина бы и не подумал того, что он подумал. Может быть, мужчина не стал бы делать то, что он сделал, и говорить того, что он сказал. Потому что он был уверен, что вот, исходя из вашего поведения, он может ожидать, ну, того, что вы относитесь с пониманием к тому, что он хочет к тому, что ему нужно. И, конечно, я повторюсь, я повторюсь, я понимаю, что вам неприятно, ну, это ситуация. Но вы защищаете себя тогда, защищаете свои интересы. Вот, а то, получается, это ведь, знаете, какая картинка, картинка. Что вы сделаете, как будто, ну, как будто ваши интересы будут защищать другие. Так, хорошо это или плохо, но так это не работает. Другие люди защищать ваши интересы не будут, к сожалению. И ваша целостность, ваша ценностность, ваша мысль, которую вы транслируете другому человеку про себя, но зависит от вас, а не от него, ожидать от человека, что он будет воспринимать вас не как интимного партнёра после того, как вы, значит, на первом свидании с ним переспали. Мягко говоря, странно. Ведь это задаёт общий тон отношений. Может быть, если бы вы регулярно встречались, у него бы появились к вам чувства. Может быть, если бы вы регулярно встречались, он бы смог увидеть вас кого-то ещё. А так вы сперва откликаетесь на желание человека, на его потребности, на его ценности, а потом делать шаг назад. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому я могу вам порекомендовать только немножко более последовательно себя усвоить и посмотреть, а что вам может мешать усвоить себя более последовательно. Это первое. Второе, это то, что вы познакомились с мужчиной на сайте. То есть, между вами ничего общего изначально не было. Между вами не было, не было, получается, бэкграунд, у вас, точнее, не было никакого бэкграунда. Если я правильно понял, то вы на первом свидании с ним приспали и ищите от него духовного восприятия вас. Ну, это, как бы, ждать можно, но ожидать, мне кажется, немножечко наивно. То есть, вполне вероятно, что вы правы. Говоря о том, что он хочет от вас только секс. Но плохо ли это? Нет. Приемлемо ли это для вас? Нет. И нужно спросить себя, как для меня, не принимающей такого рода отношения, подобная ситуация стала возможной. Вот это тот вопрос, который вам себе нужно задать. И задав его себе, если вы зададите себе этот вопрос. Вы можете понять, я надеюсь, несколько лучше то, что происходит. Ну, я имею в виду, с вами происходит, то, что происходит с вами и мужчинами, вот. Я надеюсь, что это случайно, что у вас давно нет отношений. Ну, давно не было отношений, когда я помню. Вот. И сейчас у вас с мужчиной произошла такая дистанция. Вот. То есть, ну, вы же вот не думаете, что это фулчаны. Я очень надеюсь, что нет. Потому что это не фулчаны. То есть, что произошло. И нужно разбираться вам в себе, как мне кажется. чтобы увидеть, что в этой ситуации, что в этом, в этом аспекте вы можете сделать. Как вы можете на это повлиять? То есть, никогда не догадываться, понимаете, не теряться в догадках, как это вы сейчас делаете. Да? Ну, потому что, ну, как бы... Зачем? Зачем? Вам... Догадки. Ну, догадаетесь вы. А если не догадаетесь, что тогда? То есть, ну, если вы, грубо говоря, не правы. Например. Например. Что тогда? Вот. То есть, как бы, это очень такая позиция, она, я бы сказал, неустойчивая. Вот. Поэтому я предлагаю немножко другой взгляд. Другой... Ну, немножко другое направление, хочется верить. Так. Вот. Вот. И, надеюсь, направление более, ну, как сказать, более конструктивное для вас. Вот. На что я надеюсь? Но я надеюсь, что вам это полезно будет. Надеюсь, что вам это будет интересно. Надеюсь, что... Что... ...Вы... Е.. .. да... ... сможете... ...сможете... ...почерпнуть... ...что-то интересное. Что-то новое. Что-то... ...э... ...что даст вам 1000 годов мыслений, и вы, возможно, возможно, захотите поработать, захотите в себе разобраться, захотите поисследовать какие-то моменты. Я буду рад вам в этом помочь. Но справедливость ради не только я, но и все мы, любой специалист будет рад вам оказать помощь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Всего вам самого доброго и удачи!